друзья всем привет вам месяц на дворе мы все еще сидим условно дома но тем не менее дорогая икеюшка закрыта нижегородской кей кстати ребят будет закрыта точно до конца мая это приказ губернатора ну соответственно все магазин обязаны распоряжаться чуть нам должны подчиняться по вашим многочисленным просьбам мы сегодня подготовили вот опять да в таком домашнем формате обзор по подушкам почему вроде бы казалось мне особо давно его даже снимали ребят подушки полностью изменились уходят все старые и люди например да посмотрев старый обзор физически просто не понимает господи какую-то подушку купить вроде бы обзор есть и подушку купить так вот подушки так и делится у нас на давайте начнем подушки так и делится у нас на четыре категории это полиэстерный наполнитель это пуховые подушки подушки с эффектом памяти и эрганом начну с полиэстерных подушек это самый бюджетный сегмент в кей при этом не требует большого ухода не замороченные в них не заводится полевой клещ их можно стирать и с ними не нужно прыгать как с пуховыми сушить выбивать и так далее значит смотрите хотела сначала вам подготовить сравнение какую подушку заменили на такую на какую чтобы посмотрели старый обзор но все-таки решила полностью пройтись по новым чтобы у вас было понимание во первых подушки теперь не тонкая не плотная и мягкая а высокая и тонкая высокая низкая это плотная подушка низкая это тонкая подушка значит пошлите искать наши новинки лаппотель как дима сказал подушка лапать значит подушка лапать это тот же это та же подушка эксарк с мягким наполнителем он со временем камкуется кстати даже вот на увеличенной фотографии видно что такая вот она да и ровная низкая подушка но это детки это детки которые только начинают спать на подушке переходящий из грудничков и любите дети как например на шалю на котором в принципе подушка не нужна ну чтобы постелька с наволочкой было им это подходит размер 50 на 70 об этом не забывайте здесь у нас именно шарики то есть синтетические шарики которые в кучку собраны но со временем они проседают комкуется и получается такие вот большие шарики стирать ее можно при температуре 60 градусов но честно я не рекомендую эти подушки стирать потому что после стирки они превращаются совсем как подушка полностью ребят полиэстерной то есть что вверх полиэстер что наполнитель поэтому учитывайте этот момент если вы очень такие до потливы и то вам эта подушка не подойдет вам просто будет на ней нечем дышать и вам будет постоянно жарко точно такая же подушка куда она бежал так значит лопатель мягкую я вам сказала есть такая же высокая подушка вот она высокая все то же самое вспоминаем да это заменили подушки xr и хэмптон в принципе . этой категории можно отнести отличается только количеством наполнителя все больше ребят ничего все то же самое то есть одна потолще другая потоньше такая же синтетика следующая подушка велит корни вот она пришла на замену в принципе уважаемому мною подушки хэмптон сейчас я найду сразу 2 отель закрываем так значит велит корн высокая и низкая разница в цене сразу видите 100 рублей кстати это один из ходов икеи когда примерно не меняя ассортимент меняет только название какие-то до технические характеристики в описании выпускается новинка ну и цену соответственно здесь тоже можно заменить здесь у нас тоже волокна шариков внутри то есть точно такой же наполнитель но в большем количестве сама ну когда основа чехол у подушки он не съемный у всех бюджетных подушек чехол несъемный его стирать конечно можно но та же история что и с лопатой если вы не постираете она очень больше сканкуется количество нитей 186 в шкурке подушки значит по ткани вот у верха здесь уже добавляется хлопок отсюда до логично разница в цене откуда же тогда если все то же самое почему-то подороже здесь уже добавлен хлопок 35 процентов принципе на хэмптоне нас питаленка спит уже не первый год но с учетом того что подушку не в основном где-то валяется а не она на не спит но подушка все равно комкуется по крайней мере ребенка не потеет я в этом уверена потому что уже добавлен хлопковый ник но опять же да учтите если вы потливы вам это дело не пойдет то велиткор низкая все то же самое количество нитей то же самое составчик шкурки у подушки то же самое разница в количестве наполнителя шарикова шариковый наполнитель в двух бюджетных подушках одинаковый что в лопатель что вильткорн значит следующая подушка скокс фэ кэн скокс кэфин пришел на смену подушки румс мальва кстати румс мальва мне очень нравится я сама на ней сейчас сплю я брала просто продажи в москве помните когда мы на теплый стан где мы гоняли на бизнес-конгресс крайне даже как-то так печально вспоминать потому что сейчас мы в принципе должны были быть болгарии тоже на бизнес-конгрессе так скокс 2 но единственно так ну хотя нет а румс мальва то же самое 799 и 599 разница 200 рублей пойдемте и разбирать а здесь уже чехол из хлопка или ацела не забываем что ли целый тоже дышащая ткань а в лиоцеле вообще классно то есть для лета это прям вот мастхэв по тканям поэтому даже вещи вот например мне сейчас футболка хлопок или ацелл в ней дышится они более гладкие более эстетично смотрится значит давайте теперь по самой подушке чехол из хлопка или ацела у нас здесь пятьдесят пять лет цена сорок пять хлопка наполнитель плейстерное волокно но волокно ребят уже в другом виде другое само перепельтение орус мальвы то есть он такой вода более плотные тоже шарики но они как вот еще так вот сцеплены между собой если химизм процесса домой любимое слово сцепляется между собой и не разваливаться кстати рассматриваю я стирала мне очень понравилось все идеально так получилось что валенка про главную томатный сок не было вариантами не было постирать не забываю что стирка только на 60 градусах именно при этом температуре погибают плевые клещи если постирали 40 градусов ребят ну считать что вы ее пополоскали смысле нет уже на ней не не потеет голова комфортно спать особенно в летнее время года значит разница опять же до в плотности вот кстати если вы пытаетесь например вы спите на какой-то свои текущей подушке это не икеевская подушка вы хотите подобрать подушку в укеи в условиях допустим текущей ситуации либо вы дистанционно заказывайте вы никак не можете определиться ребят лайфхак вы берете свою подушку и взвешиваете ее не можете взвесить весы не дает взвешивайтесь без подушки взвешивайтесь подушка получаете общий вес вот например и смотрите вы определяетесь и киевской подушкой смотрите вот на этот параметр в размере товара вкладка дает открывается есть вес наполнителя есть общий вес вот вы допустим ваша подушка примерно килограмм исходя из этого подбираете уже подушку в икее то есть это будет примерно та плотность которой вы привыкли и вам будет комфортно спать разница в весе 230 грамм между тонкой и толстой подушкой как раз на количество наполнителя в общем это запомнили дает у нас месту розмарин пришло едем дальше подушка лунтрав сейчас я покажу место какое оно пришло ребят это вместо подушки хилы хилы тоже очень классный но у хилы такая фишка вот этот вот съемный чехол и слушайте ссори вот фигово когда да только одна сама с собой на камеру подушка скокс рэн скокс рэкен пришла вместо подушки роза стерна не розмарива розмарива это плотная подушка другая в общем ссоре мой косяк и муж каши был с названием роза стерна плотная и мягкая все то же самое так теперь лунтарф еще смотрите не все подушки появились в той плотности в которой например они будут греномаранд греномаранд только низкая она еще будет высокой на ориентируйтесь если низкая стоит 1000 значит высокая будет стоить 1300 и еще лунтарф соответственно лунтарф наоборот нет пары нет тонкой подушки но есть высокая подушка давайте разбирать гренальт кстати обращайте внимание еще не во всех магазинах есть новые подушки вот например выбираю наш нижний новгород но уже есть белая дача есть где-то каком-то магазин подался нет а в интернет-магазине пока нет в общем есть магазины которых есть которых нет на это обращать внимание значит давайте уже прям конкретно ребят во первых здесь чехол вот о чем я начала говорить но сбилась на название другой подушки эта подушка пришла вместо подушки хилы кто любил хилы вот вам альтернативная замена только у хилы были вот эти вот сосиски до простегнуты такая вот набитая была у гриона маранта господи такого нет значит чехол у нас хлопков именно зашли с вами в чехол сам чехол хлопок наполнитель чехла то есть там добавлена еще такая вот да мягуша вот здесь на фотке не показать а вот по хилы видно то есть суть такая же у чехла есть дополнительный наполнитель что это дает вы например хотите подушку совсем мягкую да вам некомфортно вы снимаете чехол одеваете просто на вот наперник наволочку и пользуетесь подушкой у вас еще тоньше становится хотите поплотнее одеваете чехол у вас такая средняя подушка получается значит чехол хлопковый наполнитель чехла внутри полиэстер подкладка тоже понятно синтетика и наполнитель она тоже полностью полиэстер на и не забываешь такие подушки можно стирать это уже спокойно можно стирать тут даже смотрите в описании упругий внутренний слой окружен пышным наполнителем то есть вы сделаете youtube как такое вам надо это как с моим любимым матрасом alfors вы можете за одним матрасом битву зайцев также этой подушкой вы можете купить одну подушку пример низкую но у вас фактически будет две подушки одна если вы хотите то в чехле все это дело будет более воздушная хотите чуть посмите поплотнее чехол мать будет более плотная подушка так теперь давайте разбираться с лунтарном так давайте пробегаться про все ли я вам рассказала логичный вопрос у вас возникли в какого фига икей не уберете подушки которые еще которые уже не продаются ребята дело в том что во многих магазинах еще есть остатки поэтому они не могут ничего с ним сделать так грёна маран то есть еще и высокая почему-то не подгрузил ее сразу сайте помню что мы и даже привозили фишка такая же как у тонкой то есть хотите более плотную подушку спите в чехле хотите наоборот снимаете и у вас получается подушка два в одном все то же самое с таким же точно наполнителем упругий внешний слой окружен более пышным наполнителем делает хорошую такую разгрузку шеи и плеч просто ее уже брали клиенты очень довольны причем дайте такой девочковый критерий чтобы личико не мялось во время сна причин к этому это идеальная подушка в плане комфортности на ней можно спать и на боку и на спине но опять же да это подушка для тех кто не вот блинчик любит да я вот вот так вот сплю а кто вот любит такую опору под собой тогда эта подушка для вас кстати это самая дорогая подушка в сегменте подушек с полиэстерным наполнителем по полиэстеру у нас все разгон цен я вам показала понятно что подросли не забывайте что есть вот такая вот волшебная подушечка с лём спать на ней не рекомендую от слова совсем но как чехол во внутреннюю подушку 50 на 50 как хорошо думает подушки рядом то есть вот в такую подушку вы спокойны и сюда даже можно поставить две подушки с лём и у вас будет прям такой тугой набитый чехол если вы хотите такого пухляша сделать потому что подушки inner которые внутри не по 159 рублей можно 3 купить на эти деньги так полиэстерные все теперь давайте подушки с эффектом памяти на подушки с эффектом памяти эргономичные подушки хлеба отнесла все-таки в одну категорию просто эргоном это те подушки которые идут неправильной формы да то эти группы эргономически верный а подушки с эффектом памяти здесь на принципе тоже самое так поехали а значит часто спрашивают раньше была подушка банблат по моему если я не ошибаюсь то есть такая плотная с кусочками пенополиуретана не руку не такими водорубчиками а прям вот кусочки кусочки ребят фатрус мальва как раз пришла вместо нее у нас она живет дома на кровати лежит дыма на недрых не спать не могу для меня это самая дубовая подушка на свете поваляться и на не могу спать не могу чехол съемный девчонки это радует потому что мужчины потеют имеет такое свойство и очень удобно за ней ухаживать все нормально адекватно снимается внутри вот такой полиэстерный чехольчик и внутри вот этого полиэстерного чехольчика уже нарублены вот эти вот кусочки пенополиуретан то есть то что матрас добавляет топина полиуретан принципе который для матрасов только именно подушечный за чехлом вообще нареканий нет но все равно со временем внутри желтеет я диме стараюсь одевать две наволочки стирать можно только чехол значит чехол на подушку защитный полиэстер и хлопок но кстати на не как ни странно голова не потеет дима спрашивал ему очень нравится на ней спать соответственно очень хорошо держит голову но не забываем что это все-таки плотная подушка почему эргоном то что они заполняют пространство да то есть вы ложитесь и у вас получается заполнено нет пустот нет провалов где-то либо наоборот переизбытка она делается так как нужно ваша шея это самый бюджетный эргоном который есть в линейке уйти кстати проктверт он у нас был в прошлом обзоре то есть уже на тот момент обновили обновлялись подушки но раз уж мы с ним рассказываем про это я расскажу про все дальше так сейчас я все-таки по ценовым диапазонам это продвигаться розенгстерм розенгстерм пришла на замену подушки ролика это все ребятушки одно и то же один в один единственное что поменялся сам чехол раньше был просто такой комфортный хлопковый а сейчас такой вот как не как но сейчас я вам даже скажу из чего он он идет из полиэстера то есть он полностью полиэстерные и без наволочки например если раньше на эту подушку некоторые даже не покупали наволочку просто спали на чехле и снимали стирали подзадевали часто не получится то же самое что спать на на маленьких дуночках данных симпатических некомфортно форма все то же самое внутренний этот кусок пенополиуретана кому интересно есть видосы на сайте но я опять же вот на такой спать например не могу и вот в этой части мне прямо безумно больно и некомфортно сейчас то что покажет девушка это вообще мрак у меня голова висит то есть я не продавливаюсь получается вот в эту часть у меня голова подвисает поэтому такую подушку промывали мы ее вернули кстати из плюсов не забываем что уикея есть две недели на то чтобы вы вернули подушку если она вам не подходит на ней спать можно при этом не просто у вас живет дома вон и не спите следующая подушка и он колокон при выбросе минут прекрасно понимаете да что название все-таки в кей это города поселки речки и так далее чехол точно такой же то есть у всех этих подушек в принципе их родни то что чехле чехольчики у них теперь у всех одинаковые такие вот квадратники рубчик тоже неправильная форма подушку на 41 на 61 наволочек под нее конкретный нет единственное до 50 на 70 покупайте она вас чутка болтается так теперь по фишкам этой подушки во первых держит на то есть тоже эффект памяти удерживает вашу голову так как нужно кстати сколько клиентов ее брали только одна клиентка ее оставила и сказала что ей на ней очень комфортно спать остальные 10 дней и возвращает обратно до подушка как дядечка показывает двухсторонние то есть можно использовать двух сторон не очень нравится вот здесь такой плотный шов в замке он через наволочку чувствуется ребята если у вас не так маякните по этому поводу просто да мы же с точки зрения клиентов рассказывать чем делятся они с нами подушка получается двухсторонний то есть если любим спать на боку то кладем подушку больше стороной вверх скос образует удобный карман для плеча для сна на спине положите подушку меньшей стороны наверх мягкий дышащий чехол но чехол как бы до синтетика с трудом дышать в этой ситуации может поэтому хлопковый на лодку обязательно желательно еще и наперниками и наделить ребят кто пользуется рассказывайте как вам дальше про акт верт 2999 час по акции на ниже было 3 499 но это не новинка эта подушка которая уже потихоньку выходит из ассортимента ровный до кусок пенополиуретана с вентиляции потеть вы на ней точно не будете размер тоже 44 на 67 то есть на ней будет болтающаяся чуть-чуть наволочка чехол у нас уже хлопковый наполнитель у чехла полиэстерная вата видите да то есть прям мягенько мягенько можно сделать ну и подушка хотя бы такой более привычной формы пенополиуретан с эффектом памяти здесь у нас ведущих увы нет так как старая коллекция здесь тоже такой плотненький кантик на это обращайте внимание просто почему на за кантики я зацепилась многие жалуются кто-то пример привык вот что подушка да такая вся вот обтекаемой формы и вот эти вот места есть клиенты просто уже своего опыта который не любит данный момент почему не могу много информации дать по подушкам эргоном ребят на них нужно реально спать даже если в магазине к нам газе начнут работать купите просто до приложил голову вы ее не поймете таким же образом купил свою подушку как диму но спать она не смогла то есть я просыпался то что не болит шея так и последняя подушка из раздела эргоном клуб споры слой пенополиуретана чехольчик в рубчик форма до опять же двухсторонний с одной стороны с вырезом зависимости от того в каком положении вы хотите спать ты чем фишка подушки кто любит спать на холодной подушке я обожаю могу спать и не могу уснуть если подушка тёплая если например к нам перед этим пришла алена повалялся на и подушки и там сразу бежала к себе я ложусь после нее я не могу уснуть мне жарко мне нужно подушку охладить дима ржет я могу иногда зиму подушку у кем-то на балкон на там несколько минут она остынет я на не сплю так вот у этой подушки гель который охлаждает но с одной стороны то есть если вам это нужно да если вы такие вот заморота как я можете попробовать эту подушку наволочка тоже 50 на 70 размер у нее 43 на 65 за счет выступа именно эргономичная кстати многие говорят что и киевские подушки спокойно можно заменять на те подушки которые в ортопедических салонах продают я с этим полностью соглашусь соотношение ценника более адекватное качество нисколько не уступает плюс всегда можно вернуть в отличие от подушку в ортопедическом салоне так это была последняя подушка из раздела эргоном нету на сутки были подушки с эффектом памяти это все подушки с эффектом памяти еще эргоном так это мы с вами смотрели смотрели вот она еще последние подушка ну вообще не с труду можно честно назвать эргономической подушкой ског слег подушка форма до какой эргонома здесь совсем соглашусь но она прям ребят что мягенькая из поролона то есть прям вот кусок полиэстер по тупо может как поролон кусок который одет в чехол но если вам именно нравится до подушка с вырезом чтобы вот было у вас до аптеками под шеи и вы любите спать на тонкой подушке волком подушка ваша подушка полностью синтетическая чехол полиэстер 65 процентов немного хлопка добавлю как мы смотрели сами по 499 рублей полиэстерной подушки дополнитель полиэстер подкладка полипропилен понятно да за эти деньги здесь особого хлопка ждать можно не ждать функционал такой же как у всех эргономических подушек то есть с одной стороны вот видите даже по видео до видно что она прямо мягкая мягкая тоненькая тоненько просто многие клиенты когда ее заказывают но не просоветовавшись они потом в легком шоке а что ж она такая мягкая то есть здесь она еще даже вот более до плотные чем она живую я берут когда любит вот этот вырезанного а так если вы повернули у вас получится просто обычная подушка 50 на 70 без каких-либо заморота так ну и что у нас остались последние подушки это подушки пуховые для тех кто любит поспать на натуральном и по заморачиваться с уходом здесь у нас не сильно много подушек ну во первых пуха уйти никогда многое не было лунтарф низкая значит вес у нас 920 грамм не сильно большая разница до между 90 грамм всего поэтому сильно огромной разницы в плотности между этими двумя подушками ребят нет пух перо хорошо циркулирует голова не потеет но не забывайте что это уже уход то есть здесь уже нужно будет заморачиваться рано или поздно чехол насколько мне не изменяет память не съемлю сушить сушили машин до полного высыхания стирать можно ну я бы не стала заморачиваться со стиркой глухого подушки проще сдать ее специальной службы которая занимается уходом да что есть риск вы просто испортите так дальше у нас подушка уголка в и еще одна подушка будет берегу так значит выяснили дал он тарф заменил юрду мог дальше здесь конечно дальше ценник уже сильно вырос потому что корн вальму кстати сейчас допустим в нижнем вот это плотно подушка стоит 1999 можно сэкономить она видите стоило 2 500 а мягко стоило 2000 им на замену пришли подушки гулка вы низкая 3500 ребята же высокое 4 ну как-то не сильный кейс поставим и сделала и гульд плам гульд плам получается мягкая стоила треху оставила стоить в новой вариации 4 500 плотная стоила 4 стала стоить 5 вот кстати спрашивали у нас какой рост цен в икее вот он потихоньку и идет то есть идет смена ассортимента и на этом фоне повышения ценника так давайте разбирать гулька вы низкая высокая низкая 3 500 высокая 4 500 что за что денег просит а высокая подушка с чехлом из мягкого колобка и наполнительную тетину пух пера во-первых уже съемный чехол радует ну извините за подушку который стоит как шкаф можно дышит обеспечить циркуляцию воздуха прочего бла-бла-бла наполнитель здесь ребята уже пуха 60 а пера 40 в бюджетный до который мы с вами 1 рассматривали язык сломаешь у лунтарва 90 процентов перо и 10 процентов пуха здесь то есть более нежный будете пуху спать между высокой и низкой подушкой разница по весу двести сорок грамм будет в принципе уже нормально треть подушки и подушка бергвен самая дорогая подушка понятно что съемный чехол даже можно не читать причем sky и из кареточной хлопковой ткани это та подушка которая есть подобная подушка есть в синтетических подушках вполне можно обойтись и не на и перо внутренний слой наполнителя утиный пух утиное перо то есть здесь у нас смотрите в чем фишка что имела ввиду икея вот в самом чехле есть прослойка то есть у нас подушка у нас подушка и чехол не просто тоненькая тряпочка а у самого чехла еще дополнительный слой пуха и пера вот во внутреннем слое значит утиного пуха 90 и 10 процентов пера то есть такой мягкий воздушный внутри по плотнее подушка там уже пера 40 процентов а пуха 60 то есть вот в чем разница между угол кавы и бергвен вот фактически в цене например низкая 3 500 здесь низкая 4000 я бы наверное взяла бергвен смотрите низкая подушка стоит 3500 высокая подушка низкая только 2 бергвен 104 то есть разница все в 500 рублей но фишка в том что здесь вы покупаете как бы две подушки если вам она жестковато мягковато вы можете снять чехол либо обратно его одеть то есть получить две функции и разница 500 рублей не то при стоимости подушки когда она уже за 3 500 переваливает в принципе по подушкам все ребят кто уже купил новинки кто уже ими пользуется активно расскажите пожалуйста сравнивали вы как наши клиенты например до линейку которая вышла из-под у из ассортимента подушек и линейка которая пришла согласны ли с ценниками потому что вот ну блин на некоторые подушки конечно и кейушка ценник задрала очень сильно старый ценник допустим 2 500 новый ценник по 4000 как-то в текущей ситуации я считаю много дороговато поэтому никто не знает на какие будут цены после того как и кей откроется полноценно пока такие пользуются с моментом пользуются скидками потому что рост цен это ну как бы его не остановить да он будет любом случае пишем комментарии рассказываем про подушки и ждем от вас обратной связи какой следующий обзор в таком пока формате карантинуса вам подготовить всем пока